здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в девятнадцатом уроке видео курса лендинг пейдж для начинающих и в этом уроке я вас научу как делать многоуровневое меню если вы не понимаете что такое многоуровневое меню то я вам покажу сейчас вы видите горизонтальное меню у нас имеются кнопки одиночные также у нас имеются скрытые пункты меню как правило у скрытых пунктов есть вот тут вот такая вот иконочка стрелочка вниз показывает говорит о том что здесь скрытые так называемое подменю я навожу мышку на меню и вот она у нас идут подменю многоуровневое меню это можно назвать еще бывает так что наводишь здесь где-нибудь на подпункт меню и слева или справа всплывает еще одно подменю вот это и называется многоуровневое меню и как это сделать в программе adobe news вы сейчас узнаете в предыдущих уроках мы с вами делали кнопки из обычного текстового инструмента но news нам предлагает специальной библиотеке мини приложений мы с вами их еще не проходили пиктограммка должна выглядеть вот так вот как три кубика она может у вас скрыта быть где-то вот здесь в панелях если у вас она не активирована хотя по умолчанию она должна быть активирована вы всегда знаете что активировать какой-то инструмент который вы не находите в программе можно по кнопке окно найти его здесь в списке и поставить галочку напротив значит кликаем по библиотеке мини приложений мы еще коснемся будет достаточно много уроков по другим элементам мини приложений от программы adobe news это дополнительные приложения их также можно назвать виджетами то есть родные виджеты для adobe news которые поставляются вместе с программой adobe news их не так в принципе много но я вам уверяю что из-за каждого элемента можно делать потрясающие абсолютно разные вещи от lightbox до великолепных слайд-шоу или фотогалерей мы еще это пройдем нам сейчас нужен пункт вот этот меню кликаем по раскрывающейся галочки и у нас здесь если мы кликнем по меню у нас здесь есть предпросмотр есть по вертикали меню по горизонтали по функционалу это одно и то же только у нас отличие идет как горизонтальное вертикальное меню давайте будем рассматривать меню по горизонтали как установить данный элемент к нам сюда в холст вы просто левой кнопкой мыши зажимаете прямо вот это название меню по горизонтали и вытягиваете его вот сюда таким образом в наш холст в любое место и отпускаем мышь запомните у каждого элемента мини приложений у большинства виджетов если мы его вот так вот выделим появляется вот такая вот маленькая синенькая стрелочка это дополнительные настройки к данному виджету если мы кликнем сюда мы можем произвести некие настройки здесь все по-русски но пока мы здесь трогать ничего не будем смотрите как редактируется данный элемент вы можете отредактировать абсолютно также как в предыдущих уроках мы с вами делали меню из текст в области вы также выделяете выбираете свойства то есть состояние кнопки сразу выбираете какую-то заливку значит выбирайте размер кнопки какой вам нравится значит два раза кликнули сменилась панель вы можете сменить сразу шрифт для вашего текста сразу можете сменить размер цвет все то же самое и соответственно чтобы сменить название на кнопки вы должны перейти вот в такой экран и соответственно вот здесь вот домашняя два раза кликнуть мышкой и сменить название на свое напишу например страница 1 и нажимаем enter заходим опять внутрь и вы видите что у нас здесь сменилось на название на страница 1 так давайте я сменю какой-то более другой шрифт и сменю размер вот так вот симпатично что был страница 1 вы видели что в предпросмотре текст нас высоко вы должны открыть инструмент текст интерлинияж вот этот вот 120 процентов вы опускаете ниже здесь конечно нужно немножко набить руку потому что редактировать их такие кнопки а такое меню от adopt news немного сложнее нежели если бы делали с вами через за инструмент текст но стандартным способом через текст а сделать что был всплывающим меню тоже можно но я хочу показать вам все варианты которые знаю я как создается меню не забываем вот у меня получилось так что я редактировал активное состояние нужно выбрать стандартное и и выставить здесь те же самые параметры цвет у нас был желтый размер текста 24 значит я отредактировал кнопку здесь у меня 201 у текста чтобы он был по середине кнопки и и состояние кроме курсор над кнопкой вывел одинаковые теперь чтобы добавить страницу вы переходите вот в такое меню кликайте по плюсику добавляется страница и автоматически у вас на первой странице добавится пункт меню кликаем по странице и возвращаемся в нашу страницу у вас получается вот такое вот выделяете эту кнопочку и за крайний маркер вытягиваете вашу страничку значит до нужного размера и каждая кнопочка у меня получается по пять колонок здесь единственное идет длинное название я уберу вот это без имени напишу вообще страница 2 вот таким вот образом то есть смотрите активная кнопка у нас главное всегда одного цвета да но эту активную кнопочку вот здесь вот можно сменить как должна выглядеть активная кнопка а второстепенные кнопки у нас меняют цвет потому что по умолчанию у нас там стоял серый то есть при желании можно будет изменить кликнув на кнопку нас перебросил сразу на страницу которую мы создали если мы выберем любую из кнопок и кликнем по синей пиктограммке здесь можно сделать вот что у нас вот показать значок слева если нужно значок то здесь его можно выделить менять ему цвет и как-то манипулировать им причем 2 двигается тоже с ним но я такие вещи не использую я вообще это меню не использую я просто показываю как вариант ну и соответственно давайте посмотрим как делается подменю просто заходите в этот режим и той странице который вам нужно делать подменю вы кликайте по нижнему плюсику который находится под миниатюры например раз это уже новая страница меняйте название и например вот сюда то есть она имеет еще один уровень переходим в этот режим и давайте предпросмотр у нас у меню 2 есть теперь подменю здесь есть такая стрелочка ее тоже можно отредактировать смотрите если я навожу у нас появляются вот такие подменюшки их также можно редактировать размер и цвет и обратите внимание что вот в этом верхнем первом меню должно выставить быть все страницы если страницы верхнего уровня сделаем у нас подменю исчезают также вручную тоже здесь у нас что-то меняется поэтому оставляем вот так все страницы также можно сразу сделать по горизонтали по вертикали то есть видите кнопки сами меняют положение также здесь есть размер элемента одинаковый интервал или равномерный размер показать подписи да это у нас название страниц показывать значок справа только под меню выключить это значки еще вот здесь вот видите нарисовались квадратики где можно например поменять цвет типа сепаратора выключить выключается и здесь стрелочка и здесь только под меню возвращаем галочку здесь и и здесь вот идет смотрите всевозможные настроечки смотрите как меняются кнопки когда выбираете тот или иной пункт здесь вот если выбрать по горизонтали по центру то стрелочка будет находиться прямо по центру как редактировать под меню выделяйте под меню тяну за крайний маркер меню и у нас нижний тянется тоже будет целесообразно сделать той же ширины под меню как и наше основное меню также можно сделать сделать пошире и соответственно если кликнем мы по тексту мы можем изменить размер нашего под меню кликнув именно по кнопке убедимся что у нас здесь стоит стандартная также можно задать какой-то цвет но например какого-то другого оттенка и поменять шрифт например тот же который я использовал и выделив кнопку также мы можем задать рамку у нас стоит рамка здесь уже серая мы ее отключаем то есть можно делать рамку менять цвет или отключаем рамку у основных кнопок рамку нас как вы видите отключена идем предпросмотр и у нас вот такой вот симпатичное меню на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пэйдж сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто